Ну что, всем привет! Я очень рад вас всех видеть. Сегодня потренируемся, потренируем наш халгард сверху, поатакуем оттуда. Эта позиция сильная, может быть очень сильной. Если вы знаете, то тренды современного джицу говорят нам о том, что очень эффективно загонять человека в халгард и проходить его, особенно если у нас нет ограничений по времени. Сегодня будем использовать разные механики для того, чтобы доказывать эту аксиому в действии. И сейчас мы поработаем над продолжением этой же темы. Сейчас то, что я показываю, это скорее не догматичное положение вещей, а скорее статистический то, к чему мы приходим в большинстве случаев. Конечно, я бы мог вам показать, как в один момент обхватить голову и руку партнера, и мы могли бы поверить, что так оно в жизни будет происходить, но на самом деле все в жизни гораздо интереснее, поэтому я даю вам некие опции, чтобы у вас было главное генеральное понимание того, что здесь делать, а детали вы будете обрастать ими по мере того, как вы будете развиваться в этих позициях. Начинаем мы также. Сейчас я вам покажу, как непосредственно проходить, улучшать свою позицию, находясь в халгарде сверху. Предположим, я победил ножку партнера любым из способов, которые мы сейчас с вами рассмотрели. Ну, например, вот как последним рассматривали. Я соединял локти колена, развернулся сюда, голову направил в партнера, партнер отработал рамкой и забрал меня в халгарде. Я должен понимать, что мне важно сжимать эту ногу, мне важно делать так, чтобы я все еще продолжал влиять на таз партнера, чтобы он не был мобильным. Если таз партнера будет иметь возможность сделать креветку, то он вытащит эту коленку. Ну, он и будет это делать. Поэтому мое желание здесь сжимать его ногу на своими ногами или сидеть весом, то есть делать так, чтобы его нога была неподвижна. Отсюда я буду опускать голову вниз и помогать своей руке открывать эту ногу, как будто бы я открываю гигантскую раковину. Представьте себе такую ситуацию. Головой опускаясь, открываю, локоть проходит внутрь, я прохожу ближе к моему партнеру и здесь начинается борьба руками. Я должен обрести так называемый chest control, о котором сейчас все говорят, то есть я должен прижать свою грудь в груди партнера, таким образом я его буду контролировать максимально. Но здесь мне мешают руки и, конечно, с этим надо что-то делать. Обычно это борьба вот в такие вот движения. Здесь я буду этими движениями отвлекать, потому что опытный партнер не даст мне в одно движение и в два, и даже в три обойти его руку. Он понимает, что сейчас все его выживание строится на том, что обойду ли я эту руку или не обойду. Вся его защита сейчас это рамка. Поэтому, конечно, он не будет мне позволять ее обходить. Что я буду здесь делать? Моя задача, его задача будет находиться на боку и продолжать со мной работать и выезжать. Моя задача сделать его плоским. Я буду стараться давить головой ему в плечо, но если здесь будет рамка, например, такая рамка и будет давить мне под горло, мне будет тяжело давить ему на рамку. Соответственно, вы выбираете сторону, обычно я поворачиваю голову направо и продолжаю давить на рамку. При этом моя правая рука начинает обрабатывать его руку. Я либо снимаю, ну, больше всего мне нравится засовывать руку внутрь и снимать изнутри. Далее я могу, ну, существует много способов на самом деле, но, как правило, я прохожу здесь изнутри, потому что локоточек открывается. Даже если партнер плотно держит руку, то, как правило, под локоточком всегда можно пройти и переложить руку сюда. Частенько бывает так, что мне нужно усилить это давление. Я могу взять сам себя за лоб и подавить ему на плечо с этой стороны. С этой стороны у меня все еще проблема не решена, но я решил проблему этой руки и плеча. Это очень важно, положить партнера плоско. Теперь ему очень тяжело криветь, потому что, когда партнер лежит на спине, криветь тяжело. Я лежу всем весом на нем, я сейчас пытаюсь сделать так, чтобы все, что у меня есть, давило на партнера. Теперь здесь, что делать с левой рукой. Если у вас не получается ни с этой стороны, ни с этой стороны обойти руку партнера, то есть еще один неплохой способ. Я поднимаю руку повыше и стараюсь как бы поднять ее повыше, чтобы партнер вытягивался. Впоследствии я могу повлиять на локоть. То есть мы теперь начинаем двигать партнер вверх-вниз руку не только вперед-назад, но еще и вверх-вниз. И часто так бывает, что при этом сопротивлении я поддавлю на партнера, и когда я поднимаю руку наверх, я этот локоть выбиваю. Видите? И рука соскальзывает. Бам! Я взял плечо. Или, например, у меня сработал первый способ, когда я просто пошел под голову, или второй, когда я обошел. Или комбинация этих способов. Сейчас я вам дам возможность поиграть в это. Поднять, подтянуть к себе локоть. Один из способов. После того, как я решил проблему руки, мне надо пойти под голову и здесь соединить свои руки. Теперь я буду готов идти дальше. Но вот этого сейчас для того, чтобы нам остановиться, достаточно. Я буду здесь, голова плоская, голова готова идти туда вперед, становиться на лоб. Мой таз готов подниматься, и я готов вдавить плечом на лицо партнера. Это очень важно. Сохраняя здесь плотность, поднимать таз наверх, и проходить либо три четверти маунт, либо сюда, либо вести какую-то еще игру с ногами. Вот такая работа. Еще разочек покажу и поехали. Начинаем с той же позиции. Бам-бам-бам. Пришли сюда. Бам, оказались здесь. Партнер, если бы у меня была здесь ножка вот так, и я держал бы ногу, то у меня было бы много возможностей атаковать эту рамку. Но сейчас мы не будем жадничать, не будем стремиться к голове, а победим сперва таз. Разворачиваясь сюда, сжимаем ногу партнера ногами, идем головой к его бедру. Идем, 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 идем. Побеждаем таз. Победили ногу окончательно, таз наш. Теперь рука идет внутрь, я забираю контроль бицепса. Мне надо положить плечо на пол. С этой стороны желательно показывать атаки рукой, чтобы партнер не видел вашу работу с этой стороны, не так ей сопротивлялся. Далее я могу взять себя... Мой партнер, скорее всего, будет здесь все еще на боку. Я возьму себя за лоб. Такая поза мыслителя. Начну головой давить ему на плечо. Бам! Положу плечо на пол. Теперь с этой стороны мне ничего не мешает побеждать руку. Предположим, так не получилось, так не получилось. Под локоточек, наверх. Бам! Под голову. Рука прошла под головой. Я соединяю свои руки. Можно использовать вот такое соединение гейбл грипп. Можно глубже руки просовывать, еще плотнее брать. Но моя задача... Мне удобнее брать гейбл грипп и давить плечом. Я люблю очень размещать плечо под челюстью партнера и давить на все деньги. Голова моя идет в пол. Я давлю, давлю, давлю. Мой таз поднимается. И я могу пойти в три четверти. Или в такой кроссинг пэс. Или его еще называют не слайд, не кат. Вот. Вы можете сейчас попробовать вместе с этими проходами. Можете просто доходить до точки контроля и заканчивать. Я дам побольше времени, чтобы каждый из вас мог поделать. Сейчас уже не будем это дрилить по времени. В смысле, не один работает. Сейчас будем меняться самостоятельно, чтобы можно было не спеша и спокойно разобрать все детали. Если что, зовите. Попробуем? Раз, два, три. Попробуем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова